Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Так проходит великое освящение Александра Невского храма. Его соорудили на территории Софринской бригады войск Национальной гвардии России. В торжественном мероприятии участвуют депутаты Госдумы Дмитрий Саблин и Вячеслав Фомичев, глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, военнослужащие Росгвардии, ветераны боевых действий. Когда в воинской части появляется храм, то практически в десятки раз уменьшается нарушение войской дисциплины. В каждой воинской части должен быть свой храм. И так это идет, это потихонечку везде строится во всех частях. Сегодня с коллегами мы присутствовали на освящении храма. Важный, значимый момент. Хочется сказать славу и благодарности всем тем, кто причастен, всем тем, кто участвовал в строительстве. Во многих сложных моментах, которые необходимы для того, чтобы красивый новый храм сегодня владыка осветил. Чин освящения совершает правящий архиерей Сергиево-Пасадской епархии, преосвященнейший Кирилл, епископ Сергиево-Пасадский Дмитровский. Такое расположение храма служит настоящей духовной поддержкой для солдат. Самая жизнь подтверждает, что молитва, обращение к Богу, жизнь по Его заповедям, она помогает в разных жизненных ситуациях и трудностях, и, конечно, в исполнении служебно-боевых задач. Сам храм выстроен в память о военнослужащих войск правопорядка, погибших при выполнении служебно-боевого долга. По словам военных, для них это место силы. Для нас это место силы. Мы приходим в храм. И когда нам хорошо поблагодарить Бога, и когда нам плохо о чем-то попросить, очень важно. Каждое выполнение задач начинаем с молитвы, поэтому то, что на территории нашей воинской части находится храм, это большая честь для нас. После освящения храма всех пригласили осмотреть зал боевой славы Софринской бригады. Это настоящий музей, где можно проследить историю воинской части. Еще обратить внимание, что наша предыдущая царь, она появилась символику купол и храм православный. Как бы оно связано здесь, что лавра рядом. А сейчас знамя поменяли, когда Росгвардия появилась. И опять православная символика, два хирургима летящих. Заключительная часть мероприятия – торжественное возложение цветов к памятнику погибшим воинам. Архиерей и гости отнесли цветы к монументу на территории части, отдавая дань памяти героям. Иван Чинаев, Сергей Денисов, Александр Корнеев, Мария Головачева. Новости Большого округа.